Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин и сегодня тема лекции Видеорка для всех женщин. Расстройство матки Тяжелые ли заболевания гинекологии у женщин? Вы знаете, милые, уважаемые женщины Нет, гинекология не настолько страшна, как ее описывает западная медицина Но, можно с полной уверенностью сказать, что женский род Мы повторяемся, в нашем видео мы говорили, еще раз я вам скажу, что Женщина и мы все здесь, на этой земле, для очищения Потому, очень частые менструальные, скажем так, в месячнике Вот, менструация может что-то изнашивать в гинекологии Как бы ни странно это звучало Пусть кто, как думает, какую информацию мы на этой лекции вам дадим Мы хотим достучаться и сказать, уважаемые женщины Вы должны знать, что мужчина это янь Женщина это инь А при чем здесь это суда, все А при том, что переднесерединный меридиан является меридианом Который в себе, скажем так Соединяет все инские энергии Всю инскую энергию, которая есть в нашем с вами организме И вы должны помнить, уважаемые женщины Да и не только женщины, и мужчины должны помнить Что инской энергии Очень много в нашем организме И в женском тем более В 2-3 раза больше, чем в мужском И эта инская энергия имеет свойство воспаляться Вы думали, я вам сейчас буду рассказывать Анатомические менструальные нарушения Гормональные расстройства И так далее и тому подобное Нет Почему? Потому что восточная медицина Рассматривает расстройства гинекологии В данном случае мы говорим о матке Путем энергии Которая может повлиять на матку На орган матку Так вот, возвращаемся к инской энергии Мы уже знаем, что переднесерединный меридиан Собирает в себе всю инскую энергию И конечно же, если ее в избытке А у женщины ее в избытке Это не упрек вам Женщина, не упрек Просто периодически надо эту энергию Что? Гармонизировать Стабилизировать А мы знаем, что точка ВС-12 Джуньвань Является балансировкой энергии И не янь в организме А если энергии много То, конечно же, что? И гинекология может быть уязвима И расстройства матки могут быть налицо Также следует помнить Что переднесерединный меридиан Также контролирует все, что ниже пупа Как у мужчин и у женщин Всю половую сферу То есть также болезни Скажем так, подвластны этому меридиану И между прочим, точки Переднесередины меридиана Очень хорошо показаны При всех видах расстройства матки и гинекологии Так что перед тем Как расстраиваться Что вы узнали Либо получили диагноз расстройства матки Либо, скажем так, расстройства гинекологии Пожалуйста, не расстраивайтесь Узнайте, в каком состоянии Ваш энергоинформационный мир Помните, уважаемые, милые женщины Что поджелудочная железа Согласно-восточной медицины Меридиан Меридиан печени и почек Отвечает за гинекологию Здесь необходима диагностика 12 меридианов Дабы знать, в каком состоянии эти меридианы Ну и также восстанавливать эти меридианы Восстанавливать общий энергетический баланс И через точку ВЦ-12 джуннилайн Мы также можем повлиять на все расстройства Улучшить, скажем так Либо предупредить Болезни все расстройства матки Можете ли вы дома Самостоятельно массажировать данную точку При расстройстве матки Да, можете Пожалуйста, активными массажными движениями Составьте график, работайте И можете использовать данную точку При всех расстройствах матки И не только Спасибо за внимание